Ровно месяц остался у казахстанцев, чтобы подготовиться к новому учебному году. Уже сейчас на рынках продаются школьная форма и принадлежности. Главный санитарный врач Жандарбек Бекшин призвал родителей школьников отнестись к выбору очень ответственно. Ведь от размера и веса рюкзака зависит здоровье ребенка. О чем еще важно знать мамам и папам, расскажет Зарина Беремко. Вес школьной сумки без учебников не должен превышать 1 килограмм. У ранца должна быть жесткая ортопедическая спинка и широкие лямки. Такой совет перед покупкой школьных принадлежностей озвучил главный санитарный врач страны. Кроме того, Жандарбек Бекшин высказался о тяжести учебников, которые могут вызвать сколиоз, остеохондроз и другие проблемы с позвоночником. По данным Минздрава, вес учебников в начальных классах не должен превышать 300 граммов, в 5-6 классах 400, в 7-9 полкилограмма, а в старших классах 600 граммов. Если книги слишком тяжелые, вполне возможно, что это подделка. Зачастую туда используется нестандартная бумага, а бумага должна тоже соответствовать санитарным требованиям. Четко должен быть шрифт на ней ложиться, она не должна отсвечивать. Вот такие параметры, казалось бы, мелочь, но это все ложится на здоровье детей. Помимо того, что вес самих учебников должен быть небольшим, школы также должны способствовать тому, чтобы дети не носили тяжелые ранцы. В этом году во всех учебных заведениях планируют установить шкафчики. По итогам завершившего учебного года 45% школ оснастили свои классы именно вот такими шкафчиками для учебников сменной обуви и спортивной одежды. Думаю, что в течение нынешнего учебного года эту работу мы будем завершать. Что касается формы и обуви, то врачи по традиции рекомендуют выбирать натуральные ткани и кожу. Хлопок, шерсть и лен для одежды, для сменной обуви стоит отдать предпочтение именно классике, а не кроссовкам, чешкам и кедам. При возникновении вопросов по подготовке ребенка в школу в начале учебного года заработает горячая линия Минздрава, на которую может позвонить любой родитель.